Когда селфи захватили мир соцсетей, компаниям по производству телефонов пришлось адаптироваться к тому, как люди держат смартфоны и используют камеры. Оказывается, большинство пользователей слегка наклоняет голову вправо, чтобы сделать селфи. С камерой, расположенной в левом углу, любителям селфи проще зафиксировать ее положение в соответствии с привычным наклоном головы. Гениально! Это придает фотографии более естественный вид, она выглядит лучше и радует глаз. Задние камеры большинства телефонов тоже расположены слева. Простите левши, но стандартный дизайн рассчитан на правшей. Эверест у всех на слуху, но технически Мауна-Киа на острове Гавайи – самая высокая гора в мире. Ее высота составляет более 10 километров. Единственное, что мешает Мауна-Киа называться самой высокой, это то, что ее большая часть находится под водой. Австралия шире Луны. Диаметр Луны составляет немногим более 3400 километров, а расстояние от одного побережья Австралии до другого – почти 4000 километров. Зато Луна превосходит Австралию по площади – более 38 миллионов квадратных километров. Вот это размерчик. Как вам такой кусок сыра? Анатидаиофобия – это страх того, что в любой момент где-то в мире за вами может следить утка или гусь. При этом человек может не бояться, что утка или гусь подойдет ближе или даже коснется его. Ему просто не нравится ощущение, что за ним наблюдают. Впервые этот страх был описан в комиксах с целью показать, что человек может бояться чего угодно. Любая вещь может вызывать фобию. Утка, которая следит за каждым моим движением – это и правда жутко. Брррр. Вороны неплохо умеют распознавать лица людей. Было установлено, что некоторые даже помнят людей долгое время. Это может быть и хорошо, и плохо. Все зависит от того, насколько вы были к ним добры. Вам вряд ли захочется повстречать ворона, который затаил на вас обиду. Мы гораздо хуже распознаемых лица, поэтому не стоит рисковать. Просто дружелюбно машите им всем рукой. В городе Йора в Центральной Америке каждый год происходит событие, известное как рыбный дождь. Местные не устраивают его специально. Каждый год в мае или июне в городе идет проливной дождь, оставляя после себя много рыбы, плещущейся на улицах в лужах. Считается, что этот феномен вызван водяными смерчами и торнадо, которые уносят рыбу далеко от воды. Бесплатная доставка морепродуктов? Да пожалуйста! Фотону элементарной частицы света требуется тысячи, а то и миллионы лет, чтобы добраться из ядра Солнца до его поверхности. В то же время ему нужно всего 8 минут 20 секунд, чтобы добраться с поверхности Солнца до вашего глаза. Это означает, что солнечный свет, который мы видим, очень древний. Древнее, чем само человечество. Одна ниточка спагетти на вашей вилке имеет свое название. Она называется спагетто. В итальянском языке слова, оканчивающиеся на «и» обозначают множественное число, а на «о» — единственное. Это касается любого типа пасты. Ньокко вместо ньоки, фитучино вместо фитучини и равиоло, как один кусочек божественного блюда. Если вы случайно съели один из стикеров, что клеят на яблоки, персики и груши, не переживайте. Их можно есть, хотя они не совсем съедобные. Наклейка покинет ваш организм, как любая другая пища, а состав клея строго регулируется. Однако лучше все равно тщательно мыть фрукты и избавляться от наклеек перед тем, как откусывать. Дельфины не только дают друг другу имена, но и обращаются непосредственно к своим друзьям. Интересно, а как дельфины называют нас, когда мы погружаемся в воду? «Смотри, Федор, эти лысые обезьяны снова в воде! Хе-хе!» В летний период Эйфелева башня на 15 сантиметров выше из-за теплового расширения. В жаркие дни железо нагревается, и его частички расширяются, занимая больше пространства. Две планеты нашей Солнечной системы вращаются в противофазе с остальными. Задом наперед вращаются Венера и Уран. Кроме того, сутки на Венере длятся дольше, чем на любой другой планете. Один ее оборот равен 243 земным суткам. «Мы не чувствуем запахов во время сна, даже если они сильные и неприятные». Чувства вкуса и обоняния притупляются на 20-50% во время полетов. Именно поэтому еда в самолете кажется безвкусной или слишком соленой. По-моему, это идеальное оправдание для авиакомпаний. Взгляните на рекламу любых часов, и на циферблате будет 10 часов 10 минут. Все потому, что это производит позитивный эффект. Расположение стрелок похоже на улыбку, а еще название бренда часов обычно расположено прямо под цифрой 12. Самое длинное слово в английском языке состоит из 189 819 букв. Это полное название белка, известного как титин. Чтобы произнести это слово вслух, понадобится более трех часов. Так что усаживайтесь поудобнее и возьмите что-нибудь пожевать. Ведь мы здесь надолго. Шутка. Стеклянные шарики подпрыгивают выше резиновых. Когда резиновый мяч ударяется о поверхность, он деформируется, прежде чем вернуться в свою первоначальную форму. В ходе этого процесса теряется много энергии. А вот стеклянный шарик совсем не сжимается, сохраняя энергию для отскока вверх. Внимание! Кенгуру не умеют ходить спиной вперед. Они вообще не могут ходить из-за длинных ступней и тяжелого хвоста – ни вперед, ни назад. Они способны передвигаться из стороны в сторону с невероятной ловкостью, но прыгать задом для них невыполнимая задача. Виной всему огромный мускулистый хвост. Ну что, попрыгаем? Самое одинокое существо на Земле – это поющий кит, уже давно находящийся в поисках партнера. Исследователи обнаружили аномально высокое пение этого кита десятки лет назад. Говорят, он так и не получил ответа. Неизвестного кита называют одиноким, потому что он единственный в Тихом океане, кто издает звуки такой высокой частоты. Как грустно. Тем временем лирохвосты могут имитировать практически любые звуки, включая звук цепной пилы. Эти австралийские птички копируют не только других птиц, но и животных, таких как коалы и собаки. А те, что живут в неволе, копируют даже искусственные звуки, например, звук автосигнализации, грузовика и пилы. В северном полушарии живет примерно 90% населения всего мира. Неудивительно, что на улицах так много народу. Пума – животное, у которого больше всего названий. Только в английском языке их более 80. Кугуар, горный лев – это все пума. Только не путайте ее с рыжей рысью, рысью, ягуаром или леопардом. Она может обидеться. Большинство людей не могут лизнуть свой локоть. Длина вашей руки вкупе с ограниченной гибкостью суставов делают это практически невозможным. Ваш локоть расположен слишком низко, до него никак не дотянуться. Попробуйте. Я жду. Все, время вышло. У осьминогов и кальмаров есть клювы прямо как у птиц. Их клювы состоят из того же материала, что и наши ногти. Он называется кератин. Осьминоги и кальмары могут пролезать везде, где протиснется их клюв, что делает из них гениальных трюкачей прямо как гудини. В году более 31 миллиона секунд. Совсем недавно на острове Мадагаскар был обнаружен крошечный хамелеон длиной 2,5 сантиметра. Он не больше зернышка и легко помещается на кончике пальца. Его прозвали наноящерицей. Этот хамелеон дает нам представление о том, сколько еще неизвестных крошечных существ прячется от глаз ученых.